Это день, 24 марта, день памяти святителя Ефимия, архиепископа Новгородского. Информация о точной дате рождения святителя Ефимия не сохранилась. Однако достоверно известно, что его родители молились об исцелении от бездетности и обещали Богу, что их чадо свяжет свою жизнь с церковью. Так и произошло. Еще подростком Ефимий решил стать иноком, а благодаря истинной вере, неукоснительному соблюдению церковных правил и авторитету среди братьев стал архиепископом Новгородским в 1429 году. Очень быстро пастырь завоевал большую любовь и у простых прихожан, да и среди князей. Свидетель стал известен как тот, кому можно было обратиться за разрешением сложных политических конфликтов. При его содействии был заключен мирный договор с великим князем Василием II. Он сумел урегулировать московско-новгородские отношения. При нем был отстроен и отреставрирован целый ряд православных сооружений, в том числе Софийский собор, церковь Бориса и Глеба, Спасо-Преображенский собор Старой Руссы, да еще и Сборская и Староладожская крепости. Архиепископ курировал обновление рукописей в церковной новгородской библиотеке. Одним из главных произведений которой стал «Новгородско-софийский летописный свод» 1448 года. При нем появилась в городе башня с диковинными часами с боем. Вообще, великий Новгород благодаря стараниям своего архиепископа вошел в пору расцвета и благоденствия. Он давал указания по осмотру, обретению святых мощей и установлению общего празднования памяти значимых новгородских святых, которым после смерти было причислено и имя святителя Ефимия Новгородского. В этот день, 24 марта 1155 года, князь Юрий Долгорукий в третий и последний раз вступил на великокняжеский Киевский престол. 24 марта 1113 года в Ипатьевском монастыре в Костроме 16-летний отык Михаил Романов дал согласие взойти на русский престол. 24 марта 1713 года в Санкт-Петербурге основана Александра Дневская лавра. 24 марта 1101 года был открыт Большой зал Московской консерватории. 24 марта 1160 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-124. Самолет Ту-124 стал уменьшенной копией пассажирского самолета Ту-104. В конструкции которого впервые были применены двухконтурные эргономичные турбореактивные двигатели и сокращена длина пробега до 800 метров. Ланнер создавался для связей столицы с республиканскими областными и крупными промышленными центрами и связи между ними, а также для полетов на международных авиалиниях. Уже через два года после испытаний, проведенных летчиком-испытателем Калины, птичка была поставлена на поток и за 20 лет размножилась до 165 экземпляров. Самолет-кастрюля, как его называли по классификации НАТО, технически устарел достаточно быстро, но именно на нем в августе 1963 года в Ленинграде была совершена аварийная посадка на реку Неву, что навсегда вписало эту модель в историю авиастроения. Экономичная, надежная, безопасная машина. И в этот день 24 марта родились Арест Кипренский, художник-портретист, одна из самых известных его работ – портреты Александра Пушкина. Алексей Новиков – прибой, писатель-моряк. Большинство его рассказов связаны с морем. Физик Сергей Вавилов – основатель физической школы СССР. Сергей Иванович родился в Москве в семье купца второй гильдии Вавилова. И так же, как его брат, знаменитый генетик, связал свою карьеру с наукой. Уже на студенческой скамье Сергей получил золотую медаль за научную работу кинетики термического выцветания красителей. А там и до Нобеля было рукой подать. В 1958 году группа советских физиков была награждена главной научной премией за открытие нового вида оптического свечения, названного излучением Вавилова-Черенкова. Увы, это было уже после смерти Сергея Вавилова. А значит, он ее получить уже не мог. Хотя, очевидно, заслужил. А ведь еще было открытие нелинейного оптического эффекта, доказательства квантовой природы света, что стало применяться в производстве люминесцентных ламп и активное участие в развитии оптико-механической промышленности страны. Вавилов всегда стоял в авангарде, будь то издание научно-популярной литературы, редакторство Большой советской энциклопедии или руководство Государственным оптическим институтом. С точки зрения службы науки и народу, никогда не следует забывать, что ее цель – возможно, большая помощь государству и обществу. Сергей Вавилов. Также 24 марта родился Иван Козловский, легендарный певец-стенор Большого театра в Москве. Таким был этот день 24 марта.